В эфире самая теннисная среди надутых и самая надутая среди теннисных рубрик программы Галилео, которая называется Эксперименты Друзья, как вы думаете, каким образом надувают теннисные мячики? То, что мячик надут, это очевидно, видите, как он сопротивляется Более того, он прекрасно прыгает, значит, внутри есть избыточное давление Как оно там образовалось, если вроде как на первый взгляд на нем нету ниппеля Через который этот мячик можно было бы накачать Такой ниппель есть всегда у футбольного мяча Где он? Вот, видите, друзья, есть у футбольного мяча ниппель В ниппель вставляется что? Правильно, насос, качаем, мяч накачивается Внутри избыточное давление, и он прыгает Где здесь ниппель? Я специально взял один такой шарик, распорол его пополам Правда, видите, чем это закончилось? Вспорол я один мячик очень острым ножом И вот что обнаружил, что ниппеля действительно нет Но внутри у этого мячика есть какой-то порошок И вот, друзья, я выяснил, как надувают вот эти вот мячики С помощью специальной химической, что? Правильно, реакции Значит, берут два порошка, если по-простому Смешивают их, насыпают в такой вот еще не надутый мячик Нагревают, порошки нагреваясь выделяют газ-азот И, собственно, вот вам и накачался этот мячик Давайте повторим то же самое, что они делают на заводе Но в наших, в домашних условиях Итак, что это за два порошка? Это уникальные порошки Друзья, один из них наш любимый, давно нами обожаемый Е-250 Это пищевая добавка Которая, кстати, делает естественным цвет мяса Красноватым, с одной стороны А с другой стороны, этот Е-250 Прекрасный антиокислитель и антибактериальный агент Попросту антибиотик А второй ингредиент нашего порошка Это хлорид аммония, он же нашатырь Итак, вот у меня здесь смешанные оба порошка Нашатырь и... Как тебя зовут? Все время его забываю Нитрит натрия Ну, я привык его называть Е-250 Берем обыкновенный шарик Засовываем его в обыкновенный рот И надуваем Видно, что шарик обыкновенный Теперь в этот шарик аккуратно вставляем вот такую вот воронку И насыпаем в шарик нашей смеси Приготовились, друзья? Насыпаем смесь в шарик Прям много можно сыпать О, хорошо О, практически вся туда улеглась Все Теперь аккуратно шарик завязываем Так как я, разрезая теннисные шарики, сам порезался Я завязывать не буду Просто так вот закручу Закручу, закручу, закручу Обмануть хочу И зажму в струбцинке Итак Шарик зажат в струбцинке В нем находится смесь наших порошков Которые при нагревании должны выделять газ А значит С помощью обыкновенного нагрева Я сейчас Надую этот шарик Точно так же, как надувают на производстве Теннисные шарики Самое главное здесь Не расплавить сам шарик до того момента Как он, собственно, начнет надуваться Опа, понеслась Понеслась, родная Примерно так же и заканчивается обычно Надувание шарика теннисного на производстве Поэтому у нас в России и не делают теннисных шариков, друзья Кстати, если вы употребляете частенько мясо Которое покупаете в магазине Естественно, оно в себе содержит добавку Е-250 Если вы еще аккуратненько на язычок себе насыпите На шатыря и ляжете на пляже загорать То через некоторое время с вами произойдет То же самое, что произошло Вот с этим вот шариком Будьте осторожны, друзья Не перегревайтесь на солнце